Всем привет, я рада приветствовать вас в одном из самых долгожданных роликов из серии Back to School, а именно видео о моём школьном гардеробе. К сожалению, обстоятельства сложились таким образом, что видео я снимаю только 31 сентября, я даже не знаю, когда оно выйдет, возможно, уже завтра, если у меня будет время на монтаж. Хотя обычно занимает около 10 часов, но тем не менее, кто знает, возможно, видео выйдет через несколько дней, в любом случае, я знаю, что вы будете рады его видеть, потому что, когда я спросила, хотели бы вы увидеть такое видео на моём YouTube-канале, несколько сотен человек ответили, что они с нетерпением ждут этот ролик. Предлагаю не затягивать и поскорее начинать. Единственный момент, который я хотела бы озвучить перед тем, как буду показывать вам свои образы на грядущий школьный год, мне действительно безмерно повезло, и в моей школе нет как таковой школьной формы, то есть у нас, естественно, есть какие-либо правила, порядки, и понятное дело, что школьная форма тоже должна выглядеть прилично, не должны быть оголены разные части тела. Тем не менее, что касается цветов, стилей, одежды и так далее, здесь абсолютно нет каких-либо препятствий. Всё это я говорю к тому, что в этом видео будут образы как достаточно официальные, прям такие типичные школьные, так и более расслабленные, спортивные. В любом случае, я покажу оба варианта, так как я сама одеваюсь по настроению, в один день могу надеть двуборотный жакет и брюки со стрелками, в другой день джогеры и футболку, пойти так, то есть в этом плане препятствий у нас нет, но одеваюсь я в любом случае по-разному, и все варианты образов сегодня покажу. Ту часть вещей, которые вы видите сзади меня на рейле, я постараюсь сегодня поближе, получше осветить. Разумеется, это далеко не всё, что я ношу в школу, но это основа, так сказать, база. И последний момент, на котором я хотела бы сделать акцент, в этом году я не покупала абсолютно ничего из школьной формы, поскольку у нас достаточно свободная форма, как я говорила ранее, Плюс очень многие вещи я покупала ещё прошлой весной, и многое даже ни разу не надевала, соответственно, у меня абсолютно нет потребности покупать новую одежду, тем более, что место в моём шкафу очень стремительно заканчивается. По моему мнению, главный минус этого костюма тот факт, что он просто безумно быстро мнётся. Он сделан изо льна, соответственно, днём не будет особо ни холодно, ни жарко при умеренной температуре, тем не менее, мнётся он просто постоянно, то есть вот это вот его состояние после того, как я отглаживала, не знаю, минут 20, наверное. Классические шорты — это вообще находка, с ними можно комбинировать любой жакет, любую рубашку, блузку, свитер и так далее, и всё будет выглядеть просто замечательно. Из минусов, конечно, они подойдут только на тёплую погоду, я их планирую носить в сентябре. Следующая супер универсальная вещь — это белые джинсы. Я свои купила буквально два месяца назад, и просто не понимаю, как жила без них раньше. Вот так вот просто надеваете сверху чёрный жакет, и всё. Супер стильный, притом базовый, классический образ готов. Конечно, если вам нельзя ходить в топиках, можно сюда спокойно надеть какой-нибудь боди или топик просто подлиннее, но от этого особо суть не меняется. Кстати, на 1 сентября уже завтра я планирую идти в этом образе. Единственное, на волосах у меня, скорее всего, будет крабик — одна из моих самых любимых причесок сейчас. И, скорее всего, ещё белую сумку добавлю как аксессуар. Это моя самая любимая модель джемперов от Aimeclaw. Просто прекрасный российский бренд. Это не реклама, разумеется. У меня ещё есть в голубом и хаке цветах. Ещё один мой фаворит — это жилетки, причём без рубашки, просто на топик. Именно так вот, мне кажется, что смотрится максимально интересно. Ну и коричневые джинсы тоже, на мой взгляд, база. Белые и коричневые я ношу чаще всего. Ещё один мой фаворит за это видео — их бесчисленное количество. В общем, это платье. На мой взгляд, самый элегантный вид одежды. И если юбки я практически в школу не ношу, то платье почему бы и нет? Я их просто обожаю. А это платье выглядит суперлёгким и летним. Так оно и есть. Я ношу его спокойно в 30-ти градусную жару. Но недавно нашла способ, вернее, как подумала, почему бы так не носить его, чтобы его можно было надеть даже осенью. Я просто надела сверху свою жилетку, и получился интересный, необычный образ. Конечно, он не на каждый день. Я сама только один раз так вообще выходила на улицу. Тем не менее, я думаю, что он имеет место быть, особенно если вы творческий человек и любите что-то необычное. Я это видео снимаю уже четвёртый час, поэтому за окном немного темнеет. Так что не обессудьте. В этот костюм я влюбилась с первого взгляда. Притом ни разу его ещё не надевала. Купила несколько месяцев назад. Он ждёт своего часа, холодной погоды, потому что материал действительно очень плотный. И, в принципе, жакет можно использовать даже как верхнюю одежду. Вот мы подошли к самой моей нелюбимой части школьного гардероба. Это рубашки. Вы спросите, почему? Ответ максимально прост. Они быстро мнутся. Я человек, который ценит комфорт и удобство. И мне абсолютно не нравится, когда нужно каждую секундочку думать о том, как ты сидишь, чтобы не помять свою рубашку. Но, конечно, я не могу отрицать тот факт, что это изделие безумно красивое, безумно элегантное, особенно такие образца с рубашки с большими рукавами. Это, пожалуй, самый прекрасный жакет в моём гардеробе в стиле Хейли Бибер. Она обожает такие, скажем, громоздкие биджаки. А это, пожалуй, самый идеальный брючный костюм из всех, что у меня был. Я обожаю его до умопомрачения. Наверное, могу сказать так, как каждые вещи в своём гардеробе. Но действительно, все покупки я совершаю, обдумав их прежде, и, соответственно, потом обожаю каждую свою вещь. Если бы честно, я не особо люблю такую прям классику-классику, чёрный низ, белый верх. Безусловно, мне нравится, как это смотрится на других людях, но сама я такое носить не очень люблю. Как вы уже поняли, мне по душе более светлые или яркие образы. Тем не менее, такое, конечно, имеет место быть и в моём гардеробе. Поэтому эти чёрные джинсы, купленные в Биржке ещё два года назад, всё-таки иногда выходят на улицу. Но вообще, эти джинсы и предыдущие чёрные брюки единственные чёрные, что на моём гардеробе, потому что чёрный свет я вообще не приношу. А этот кардиган полгода назад просто взорвал Инстаграм. Я тоже его заказала и ношу с удовольствием. Он суперудобный, уютный. У меня есть ещё такой кардиган, но, как мне кажется, их время уже ушло. Они были актуальны год, даже два года назад. Конечно, смотрится не прям плохо, но всё же я бы его носить уже не стала. Сменили кардиган на яркую рубашку, и получается уже более акцентный образ. Кстати, эти белые брюки были одной из самых бесполезных моих покупок. Я думала, что при моей безмерной любви к белому цвету я буду носить их просто постоянно, но всё оказалось иначе. Они сильно мнутся, немного просвечивают, поэтому белые джинсы, на мой взгляд, намного удобнее. А эти белые брюки я надевала лишь раз на свой последний звонок. Total Beash образ тоже имеет место быть. Единственная модель брюк у меня не самая удачная. Когда покупала, заказывала, вернее, на сайте, думала, что всё будет отлично. Но, к сожалению, они такие немножечко шаровары, скажем так, здесь, и сильно-сильно округляют талию. Свитшоты, свитшоты, свитшоты. Моя безграничная любовь, но в прошлом. Раньше я их просто обожала, сейчас больше пристрастилась к классическому стилю. Если раньше свитшоты я носила просто со спортивными брюками внизу, то сейчас хотя бы дополняю джинсами, поскольку, на мой взгляд, такие супер-супер спортивные образы уже немного устарели. Скорее, устарели они в моём сознании, потому что для меня это какая-то ассоциация с подростковым возрастом, так обычно ходят подростки. Это лишь мои, скажем так, тараканы в голове. Конечно, в спортивные образы имеют место быть, но конкретно я для себя решила, что они уже не для меня. А вот в футболке, несмотря на то, что этот элемент одежды также является спортивным, я ношу гораздо чаще. Сложно объяснить, почему, но такая у меня логика. Вот в подобном образе я чувствую себя максимально комфортно. Во-первых, мой любимый белый цвет — это самый-самый мой любимый цвет. Думаю, говорить это не нужно. По моей одежде, по моей комнате это понятно. И при этом все вещи максимально комфортные. Думаю, что аксессуары тоже важно упомянуть в этом видео. Все-таки школьный гардероб. Так вот, в школу я обычно хожу с этим рюкзаком. У меня несколько есть рюкзаков. Но это действительно единственный удобный, подходящий для школы рюкзак. Сюда вмещаются все учебники. И он верой и правдой служит мне уже целый год. Ни разу ничего не было, ничего не оторвалось. И носить такой рюкзак еще и в привлекательной модели очень сложно, поскольку у меня было огромное количество негативного опыта. Я каждый день вешаю рюкзак не на крючок за вот эту ручку, а прям за лямки, на стул. И, как правило, от всех рюкзаков у меня отрывались лямки. С этим же все отлично. Поэтому я планирую носить его второй год подряд. Если честно, в этом году я пробовала найти новый рюкзак, но мне это не удалось ни в интернете, ни в магазинах. Мне просто ничего не нравится. И чтобы уже полностью завершить наш рассказ, хочу сказать несколько слов касательно причесок. Обычно я хожу либо с распущенными волосами, что бывает чаще всего, либо делаю пучок с крабиком. Это максимально удобно. Не знаю, сколько раз я за это видео сказала слово «удобно», но, тем не менее, крабик — это прям изобретение какое-то невероятное человечества. Я постоянно его использую, либо делаю хвостик внизу. Это, в принципе, такие самые простые, быстрые, легкие прически, которые достаточно долго держатся. Если нет, то можно быстро их переделать.